До Нового года остается всего лишь неделя, и многие жители страны, самой большой в мире на минуточку, подводят итоги. Будем подводить итоги и мы прямо сейчас. Итоги необычные, а в этом нам поможет Эльмар Мамбетов, первый заместитель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас. И вас также. Спасибо. С наступающим Новым годом. Итак, давайте поговорим о семьях реабилитированных народов. Какие у них продвижения будут в 2020 году, в конце 2019-го? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что Государственным комитетом в рамках Государственной программы укрепления единственной российской нации и этнокультурного развития народов России, Республика Крым, территория межнационального согласия, обеспечиваются следующие мероприятия. Это выплата материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома, это приобретение жилья для граждан из числа реабилитированных народов Крыма, ну и, конечно же, компенсация в размере 50% за подключение к сетям газа, вода и электроснабжения. — Эльмар Азетович, скажите, есть ли информация, какова численность вот этих народов на территории полуострова? — Конечно, у нас проживает уже более 170 в целом народов на территории Республики Крым. Ну, а такие категории, как в соответствии с указом президента, это армяне, болгары, греки, немцы, крымские татары и итальянцы. — У нас обеспечивается как раз данная материальная помощь. Поэтому мы в текущем году, если с периода 2015, начиная до 2019, выплата материальной помощи составила где-то порядка 578 граждан, то только в текущем году данную выплату получили уже 156 человек. — Это большой шаг. Чего ожидать в будущем? Вот помимо того, о чем вы уже успели рассказать? — Ну, хотелось бы еще отметить, что у нас в период до 2022 года, начиная с 2015 года, в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым, город Севастополь, реализуется именно 19 объектов. — Это строительство многоквартирных жилых домов. На территории Республики Крым в 13-15 муниципальных образований Республики Крым строятся жилые дома. — Государственный комитет по делам межнациональных отношений выступает ответственным исполнителем по данной программе, заказчиком выступает ГКО «Инвестстрой», а Министерство строительства и архитектуры Республики Крым выступает в основном главным распределителем бюджетных средств. — Поэтому у нас есть хорошая новость. Как раз-таки в этом году, в преддверии Нового года, мы планируем совместно с администрацией города Керчь, с нашими коллегами Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, выручить ключи нашим гражданам из числа революционных на территории именно муниципального образования города Керчь. Это 72 квартиры. — Ничего себе! — 72-квартирный жилой дом уже построен был в марте текущего года. Конечно, мы прошли определенный ряд процедур. В первую очередь были выданы замечания подряд на организации, потому что Государственным комитетом совместно с Министерством строительства и архитектуры был проведен выезд на место. Порядка 247 замечаний было выявлено. Подрядчику был установлен срок. Все замечания устранены. Мы сейчас, уже 18 декабря текущего года, решением Государственного совета Республики Крым мы передали из республиканской собственности муниципальную. Сегодня же этот вопрос выносится на заседание Совета Министров. Я думаю, что завтра у нас уже будет распоряжение Совета Министров, акт приема передачи. И ничего не помешает тому, чтобы вручить людям ключи от 72-квартирного жилого дома. Это огромный шаг для жителей полуострова. Действительно, в Новый год не только с новыми силами, надеждами, но и с новым жильем, как показывает практика. Эльмар Изетович, вам огромное спасибо за то, что это утро встретили в нашей компании. Ну а нашим телезрителям я напоминаю, у нас сегодня в гостях Эльмар Мамбетов, первый заместитель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым. Ну а наш эфир продолжается и прямо сейчас мы заглянем на просторы интернета и узнаем, что же интересного там происходит.